Приветствую всех! В этом видео еще раз пойдет речь о том, как прокликать все элементы на веб-странице очень быстро. В данном случае рассмотрим пример с LiveJournal. Там нужно будет разворачивать все комментарии. Сейчас я покажу. Вот эти все кнопки развернуть, необходимо нажать. Как это делается? Добавляем ссылку на веб-страницу. Делается это с помощью webapp.cf. Нажимаем сюда на эту кнопку, либо Ctrl-W. Теперь создаем файл проекта. И нажимаем сюда для его редактирования. Первым делом, что нужно настроить, это ожидание готовности веб-страницы. То есть, чтобы когда запустился webapp.cf, он выждал в нужный момент, тогда запустил цепочку событий для выполнения действий. При загружаем веб-страницу, смотрим, как появляются на ней элементы. Нас интересует раздел с комментариями. Поэтому мы можем привязаться вот, наверное, к этому элементу. Наводим на него курсор и нажимаем F2. Создаем x-patch. Проверяем. Соответствует здесь красная стрелочка появляется. Вкладка ожидания появления. Создать JavaScript. Здесь вставилась группа событий для того, чтобы подождаться появления вот этого элемента на обстранице. И продолжить выполнение следующих событий. Давайте проверим, как это будет работать. Закрываем webapp.cf. Настройки проекта автоматически сохраняются. И выполняем предпросмотр. Видим, что дождалось и готово. Также рекомендуется при парсинге использовать опцию в параметрах запуска. Вот здесь. Maximize Windows. Для того, чтобы она разворачивала окно на весь экран при парсинге. Потому что на некоторых сайтах скрипты, в зависимости от размера окна, работают по-разному. Теперь приступим к настройке и пониманию разворачивания всех комментариев. Здесь мы видим экспанд. Нам нужно прокликать все экспанд. Можно сделать одиночные события клика по каждому. Но сейчас я покажу, как в цикле, в одном джаваскрипте их все сразу открыть. Как это делается? Для начала нужно уяснить, как к этому элементу обращаться. То есть, если мы найдем на него курсор, нажмем F2, увидим у него некоторые атрибуты, где будет ссылка уникальной. И вот эти все, они будут еще использоваться в других элементах, ненужных нам. То есть, нам нужно отсеять лишнее и кликать только по таким экспанд. Здесь нельзя зацепиться. Проверим с текст контент. X-патч не найден. Если сбросим и проверим, содержит. X-патч не найден. Почему-то элемент A по X-патчу с таким экспанд не находится. Теперь рассмотрим в случае, как поступать. Извиняюсь, в данном случае. В JavaScript менеджере есть заготовка, отладка и настройка. Это обращение информации от дом-ноды. Ctrl-клик по ней делаем. Сюда оно добавляется. И наводим на нужный элемент экспанд. Нажимаем Ctrl-F1, чтобы запустить только выделенные события из списка. Навели на экспанд. Нажимаем Ctrl-F1. Так, я извиняюсь. F3. Навели на экспанд. Нажимаем F3. И видим, что здесь в JS-месседж появляются данные. То есть это данные, полученные вот этого вот элемента. Видим, что у дом-ноды есть множество атрибутов. То есть как они здесь написаны с учетом регистра, так их нужно будет прописывать в скрипте. То есть ID, className, innerHTML, innerText и так далее. Атрибуты пишутся в квадратных скобках, чтобы учесть все пробелы. То есть значение атрибута у нас вот оно. Нас интересует в данном случае innerHTML с вот таким вот значением экспанд. Можно, конечно, innerText с большим экспанд. Ну, возьмем innerHTML и скопируем его. Теперь переходим в JavaScript Manager. Создаем JavaScript с названием любым. Ну, допустим, развернуть все комментарии. Создаем его. И в заготовках есть здесь циклы поиска нужных элементов. Ну, берем, допустим, поиск элементов по innerHTML. Здесь мы видим цикл for. Вот условие в круглых скобках. Далее фигурная скобка открывается и закрывается. Это относится к for и то, что в нем содержится. То есть что зацикливается. В цикле for есть вложенный код, где есть условие if. Если оно выполняется, то выполняется то, что вот в этих фигурных скобках. Когда выполнилось, то есть когда элемент найден, break закончит цикл. Соответственно, нам нужно прокликать все, поэтому break мы убираем. Ну, лучше даже вот так. Теперь нам нужно настроить скрипт таким образом, чтобы условие находило только элементы с innerHTML равно expand. То есть тут уже вставлено innerHTML. То есть вот это у нас получается будет в цикле проверяться каждый элемент веб-страницы. На минуточку, что такое элементы веб-страницы? Веб-страница состоит из элементов. То есть вот эти все меню, дивы, тексты, кнопки. Она по ним всем пройдется, проверит у каждого innerHTML, сравнит его с expand. Если да, то кликнет. Вот. В JavaScript отрицание вот так делается с восклицательным знаком. И условия возможны or и end. Это нужно почитать, если кому интересно. То есть погуглить. Вот. Мы создали скрипт, который разворачивает все комментарии. Как теперь его проверить? Ну, можно добавить его в список событий и запускать, а можно прямо из JavaScript менеджера. То есть смотрим, где у нас комментарии. Запускаем JavaScript. Смотрим, что он их все развернул. То есть на разворачивание всех комментариев требуется какое-то время. Все работает. Мы добавляем скрипт в конец списка событий. Тот doScript, который у нас отображал информацию, мы закомментируем, выделив его, нажав F6. Видим, здесь появляется такой символ в начале. И закрыть вот это окно, можно кликнув на него. Теперь, после того, как мы нажали, запустили скрипт, разворачивание всех комментариев, необходимо подождать какое-то время. Ну, давайте с запасом сделаем 10 секунд. 10500 миллисекунд – это 10 секунд. Время оказывается в миллисекундах. Я считаю, что настройка завершена. Материал должен быть понятен. Если будут вопросы, задавайте их на форуме. Вот видим, что комментарии развернулись все. Ждем 10 секунд. И далее передается в программу для парсинга. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.